Привет, с вами Станислав Валентинович. Тема налоги. Что нужно знать по налогам? Во-первых, что налоги бывают косвенные и прямые. Косвенные налоги это те, которые добавляются искусственно к стоимости товара или услуги. Таким образом, вы их выплачиваете не напрямую из своего как бы кармана, а вы даете деньги продавцу и он их уже переправляет в бюджет. Таким образом, косвыми налогами называются НДС, таможенная пошлина, акцизы и тому подобное. Прямые налоги вы платите непосредственно из своего дохода, и вы платите не за то, что вы хотите приобрести какую-то вещь, которую у вас еще нет, или услугу, а вы платите за то, что вы чем-то обладаете. Ну и, соответственно, это вынимается напрямую из вашего дохода. То есть это налог на доходы физических лиц, на имущество физических лиц, ну и иные доходы, и иное имущество. Вот и вся разница между прямыми и косвенными налогами. Далее, вторая микротема это система налогообложения. У нас есть три основные системы налогообложения. Это пропорциональная, прогрессивная и регрессивная. Что такое пропорциональная система налогообложения? Это когда ставка налогообложения остается неизменной, она не меняется в зависимости от размера вашего дохода. В России это 13% НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Неважно, получаете вы 20 тысяч рублей, или вы получаете 120 тысяч рублей, все равно будете платить 13%. Сумма налога, да, понятно, она будет разниться. А вот прогрессивная система налогообложения, там ситуация иная. Чем меньше у вас зарплата, тем, соответственно, ниже ставка налогообложения. Ну, условно, минимально 10%. По мере роста получаемых вами доходов ставка будет увеличиваться, ну, до какого-то предела, до условно 50%. Таким образом, это налог на богатство. И регрессивная система налогообложения можно было бы предположить, если бы прогрессивная это увеличение ставки, то регрессивная это уменьшение ставки. На самом деле, это такая, знаете, сомнительная ситуация, когда государство видит, что вы получаете много, и ставочку налогообложения вам делает маленькую. То есть, получаешь ты 500 тысяч рублей в месяц, ну, вот, плати 5% налога, пожалуйста, плати. А если ты зарабатываешь 30 тысяч рублей, нет, ты будь любезен 50% налога платить. Это была бы странная система. Поэтому регрессивная система налогообложения, она не в этом заключается. Несколько иначе. Тяжесть налогообложения увеличивается по мере снижения ваших доходов. То есть, если вы много денег получаете, таким образом, вам этот налог будет платить легко. А если вы получаете маленькие доходы, то вам будет тяжело платить этот налог. Как это проявляется? Ну, это проявляется через косвенные налоги, соответственно, НДС. Вот у вас сникер стоит условно и 100 рублей, 20 рублей из них заплати НДС. Соответственно, если ты получаешь 120 тысяч рублей, у тебя 20 рублей это не очень-то много тебе, по тебе это не бьет. А если ты зарабатываешь 20 тысяч рублей, то тебе раз, два, три, четыре, пять, у тебя уже 100 рублей, соответственно, накопилось. Поэтому тебе каждые 20 рублей это, в общем, достаточно важная и весомая сумма. Вот и все по системам налогообложения. И третий компонент наиболее страшный, но на самом деле он в этом смысле простой. Его просто надо сесть и выучить. Страшный он для тех, кто просто ленится и не хочет потратить время для того, чтобы это заучивать. Впрочем, зачем эта тема нужна в рамках ЕГЭ по обществу здания у меня вызывает даже большие вопросы. Так что это за тема? Это уровни налогообложения в Российской Федерации. То есть это местный уровень, региональный и федеральный. Зачем и почему конкретные налоги отнесены к какому-то конкретному уровню налогообложения, нам знать не нужно, нам такие вопросы не задают. И потом это вообще вопрос достаточно дискуссионный. Например, по поводу налога на добычу полезных ископаемых. Он этот справедливый, что он федеральный налог? Ну, в какой-то степени справедливый. С другой стороны, может быть, он был бы региональным, более справедливый. То есть какие-то регионы, которые добывают, скажем, нефть, они получали бы больше преимущества от того, что они эту самую нефть получают. Мне могут возразить, сказать, а они там и так зажрались, в общем, нечего им еще и деньги давать. И так нефть нашу, понимаешь, государственную, народную высасывают из землицы русской. Впрочем, я говорю, что это достаточно дискуссионная тема. Итого, что мы делаем? Мы учим три местных налога. Это торговый сбор, земельный налог и на имущество физических лиц. Важно. Торговый сбор, земельный налог на имущество физических лиц. Региональный налог. То же самое. Три налога у нас будет. Первый – транспортный налог. Второй – на игорный бизнес. И третий – на имущество организаций. На имущество физических лиц местный, ну, условно, давайте так запомним, что, как бы, местный уровень, он, как бы, поменьше, а региональный уровень, как бы, ну, побольше. И получается, что вот организации, как бы, побольше дают, и, как бы, в региональный бюджет они больше дают. Собственно говоря, что такое местные налоги? Куда отправляются эти денежки? Они отправляются в населенный пункт, в город и так далее. Региональный бюджет – это субъект Российской Федерации, бюджет – субъект Российской Федерации. Федеральные налоги, соответственно, это Москва, имеется в виду федеральный центр. Таким образом, все оставшиеся налоги у вас, вот кроме этих трех и этих трех, это будут федеральные налоги. Ну, например, НДС, акцизы, пошлины, налог на добычу полезных ископаемых, скажем, вводный налог. Земельный – местный, а вводный будет федеральный. Не путаем. Отсюда проще запомнить три местных, три региональных, все остальное просто оставить федеральным налогом. На этом, в принципе, для того, чтобы успешно решать первую часть темы налоги заканчивается, для того, чтобы составить план, вам, естественно, надо будет еще описать функции налогов, особенности налогов, то есть чем они отличаются, может быть, от других платежей. И, я думаю, максимальный балл вам все-таки должен будет прилететь на экзамене. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok